Красногвардейский район с самого основания был промышленным, поэтому парки здесь это не только зоны отдыха, а еще и необходимый очиститель воздуха, без которого экология была бы просто катастрофической. Одна из таких зеленых зон Полюстровский парк, в нем расположен завод минеральных вод. Целебные свойства железистых минеральных источников, расположенных рядом с этим парком, были известны еще в начале 18 века. Сохранилось свидетельство, что Петр I по совету своего лейб-медика Блюбинтроста пользовался полюстровскими источниками, называя при этом их стальными водами. Воздух здесь особенный. В свое время в лечебнице, расположенной на территории парка, отдыхали Репин, Кустодиев, Чайковский, Муцарский, Брюлов, Глинка. Даже Дюма отец приезжал из Франции. Сейчас в парковых прудах водится рыба, а на тихих берегах гнездятся утки. В Малаухтинском парке более шумно, потому что он расположен рядом со станцией метро Новочеркасская. Фактически это два участка, разделенных Новочеркасским проспектом. Сердце парка – клен, который высажен на площадку в пруду. А с 2011 года достопримечательностям добавилась выставка современной городской скульптуры, приуроченная году Италии и Испании в России. Здесь и стилизованы Дали, и испанская Матрона. В общем, все, что так или иначе символизирует эти далекие страны. Если современное искусство вам не по душе, не покидая границ района, можно отправиться в лес. В Ржевском лесопарке до сих пор можно встретить диких животных – белок, бобров, зайцев и даже лосей. Ржевский лесопарк – это в первую очередь лес, но несмотря на то, что это одно из излюбленных мест отдыха для горожан, он подвержен сильному замусориванию. Волонтеры просто не успевают убирать весь пластик и пакеты. На месте Заневского парка раньше тоже была мусорная свалка, но сейчас это место облагорожено. Здесь высажены цветники многолетних растений. С 1998 года этот парк носил имя Валентины Терешковой, однако правительство Петербурга в 2007 году возвратило ему название. Недавно здесь появился детский городок, и Заневский парк окончательно приобрел репутацию места, где молодые мамы любят гулять с колясками. Определенно самый оживленный по выходным парк Красногвардейского района – это Малиновка. Каждое воскресенье этим летом здесь была площадка проекта «Интересное лето», в рамках которого проходили концерты, выставки, игры, на которых собирались сотни людей. В общем, в Красногвардейском районе есть зоны отдыха на любой самый привередливый вкус. Решайте сами, какой парк больше подходит именно вам.